Всем доброго вечера! 10.00 по ереванскому времени в Москве 21.00. Сегодня у нас будет очень важная беседа. Я уверен, что будет очень сложная беседа. Почему сложная? Потому что темы, которые мы сегодня будем затрагивать вместе с моим коллегой и с нашим гостем, они очень щепетильные, очень болезненные, они могут быть очень спорными, эмоциональными. Тем не менее, предлагаю всем поделиться моим эфиром, всем сделать совместный просмотр. Прежде чем я расскажу, кто у нас будет в гостях, скажу, что я буду сегодня вместе со своим коллегой, гостю, задавать вопросы. Сначала покажу моего коллегу Давида Степаняна. Давид, добрый вечер! Я так понимаю, что сегодня ты будешь в роли человека, который будет задавать вопросы. Прежде чем мы представим нашего гостя, скажи, легче отвечать на вопросы или задавать? Потому что иногда на телеканалах отвечаешь на вопросы. Смотря какие вопросы. Бывает, что легче отвечать. Бывает, что легче отвечать. Но сегодня ты помнишь, что ты задаешь вопросы. Хорошо. Сегодня я задаю вопросы. Хорошо. Итак, еще раз дождемся, пока все зайдут к нам в эфир. Поделитесь все эфиром у себя на стене или нажмите совместный просмотр. Мы сегодня будем говорить с мэром города, который является армянским и останется армянским. Я уверен, что туда вернутся наши армяне жить. Это город Гадрут. Сегодня мы будем говорить о городе Гадруде, о Гадрутском районе, о 44-дневной войне. И героем нашего сегодняшнего прямого эфира, чему я очень-очень рад, является мэр города, о котором каждый день мы говорим с утра до вечера, о котором говорят журналисты, о котором говорят политики. Речь идет о городе Гадрут, который сейчас находится в руках азербайджанских войск. В Гадруде, в Гадрутском районе на протяжении тысячелетий жили армяне. И у меня в кадре Бан Савадян. Бан, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну сразу хочу сказать спасибо, что ты дал согласие дать нам с Давидом интервью, потому что ты, начиная с 27 сентября, не давал никаких расширенных интервью никому. Вот, а сегодня, по сути, ты согласился дать интервью в прямом эфире именно для аудитории наших групп. И напомню еще раз, что все наши подписчики тоже сумеют сегодня задавать вопросы мэру Гадруде Вану Савадяну, поэтому не стесняйтесь во время беседы, обязательно задавайте свои вопросы. Давайте начнем с того, что Ван, он, в принципе, один из немногих, можно сказать, за последние 20 лет, кто был избран народом, да, то есть свободным явлением людей. Расскажи, пожалуйста, Ван, как ты вообще решил стать мэром, где ты родился и вообще, когда у тебя пришли мысли, что ты можешь избраться мэром, тебя подтолкнули или ты сам этого хотел? Я родился в Гадруде. Что меня подтолкнуло баллотироваться на этот пост? Я скажу прямо, это желание, желание работать, желание изменить что-то в Гадруде, желание построить Гадрут таким, каким я представлял. Вот это меня толкнуло на то, чтобы баллотироваться. То есть ты хотел видеть Гадрут, вот нам подсказывают, чтобы мэр Гадруда более громче говорил, чтобы люди слышали лучше. То есть для тебя на первом месте было желание сделать свой город, свой район лучше и красивее? Да, да, именно вот так. Ну вот, собственно, давай начнем с самого начала. Итак, первые мысли, когда у тебя пришли стать мэром города Гадруда, и при том, что ты знал, что это нелегкая задача, потому что обычно все-таки в Арцахе такие должности получают люди или приближенные к власти, или доверенные люди. Почему ты решил, что у тебя именно получится? С чем это было связано? Все-таки это произошло после 2018 года. Может быть, тебе это давало надежду, что ты сумеешь избраться мэром? Ну, знаете, наверное, больше всего меня подталкивали, значит, люди, гадруцы, наверное, доверяли мне, верили, что у меня получится. И вот это меня и подтолкнуло, подтолкнуло баллотироваться на этот пост. Конечно, конечно, было сложно. Конечно, годами в Арцахе не было справедливых выборов. И власти Арцаха, кого хотели, того и назначали. То есть, голос народа, он так не считался основным. То есть, хотели поставить вот этого, ну, значит, он будет. Вот так как-то было. И несмотря на это, учитывая, что тебя поддерживали гадруцы, ты все-таки рискнул выставить свою кандидатуру. Кто с тобой, как бы, соперничал? Кто-то от представителей власти или кто? Нет, он был бывшим начальником милиции районной. Ну, я бы не сказал, что он был сторонником власти, но в любом случае люди, приближенные к правительству, они делали все, чтобы я не смог избраться на этот пост. Потому что долгие годы я критиковал эту власть. И, конечно, они не хотели меня видеть на этом посту и всячески поддерживали оппонента. Хорошо. Следующий вопрос вам. Итак, ты был избран мэром гадрута. Какие проблемы ты увидел? Собственно говоря, ты и до избрания мэром, да, понимал, какие проблемы есть у гадрута. Но когда ты уже стал мэром, соответственно, в качестве чиновника на все смотришь немножко другими глазами. Какие проблемы тебе показались первоочередными, вот какие проблемы, с которыми сталкивались жители гадрута, да, ты считал первоочередными и с чем ты столкнулся, с какими трудностями, которые были непреодолимые, да, или, ну, трудно решаемые? Ну, знаете, проблем было очень много. Я думаю, что за все 30 лет не уделялось особого внимания райцентру и везде, куда ни смотри, были проблемы. Конечно, что-то в течение 30 лет делалось, но если взглянуть на фотографии, скажем, вот 1988 года и взглянуть на фотографии 2020-19, ну, особо таких изменений в гадруте не было. Проблем было очень много, проблемы были в основном в обустройстве, не было озеленения должного, городу нужны были детские площадки. Ну, в общем, очень много проблем, их можно пересчитывать долго. Значит, не было, не выделялись земельные участки для людей, чтобы построить себе дом. То есть, люди хотели построить дом в гадруте и для этого не выделялись участки. А кто их должен был выделять? Не мэр, разве? То есть, до мэра кто-то другой это должен был делать? Просто, чтобы понимали люди. Мэру всегда мешали. То есть, вообще-то, то, что происходит в городе, то, что строится или должно строиться в городе, это должно проходить через мэрию. Ну, у мэра не было вот этих полномочий, не было финансов, не финансировалась мэрия, поэтому вот накопилось вот столько проблем. Тогда, то есть, вообще никакого финансирования не было, и поэтому вот... Ну вот, еще раз напомню, что у нас в кадре мэр Гадрута Ван Савадян первое интервью дают после того, как началась 44-гневная война. Можно считать, что это эксклюзивное интервью. Мы плавно, как самолет, начинаем взлет, у нас будет сегодня очень горячая беседа. Я вот сейчас, честно говоря, услышал из уст мэра Гадрута, что люди, которые хотели построить, армяне, которые хотели построить дом в Гадруте, они сталкивались с достаточно большими сложностями. Но у меня много, конечно, вопросов, но сейчас я передаю стафету Давиду. У Давида пока нет вопросов. Хорошо, прежде чем мы перейдем к жестким вопросам, да, я хотел бы сначала, чтобы мы подготовились, если не сразу же в это винулись. Что для тебя Гадрутцы? Вот какие качества Гадруцев, да, ты считаешь, являются особыми и примерными для других? Вот у каждых, у людей в разных регионах, даже Армении, да, есть какие-то свои качества, да, например, жители Гюмри, они как художники, там, жители Вайоззора, очень трудолюбивые. А что ты можешь сказать о родных Гадруцах? Ну, Гадруцы, они, они очень мудрые, они очень, они культурные, они гостеприимные, очень много положительных качеств, очень долго можно пересчитывать, перечислить. Ну, то, что они культурные, это абсолютный факт. Кстати, в Гадруте с культурой всегда было мощнее, чем в некоторых других районах Арцаха, чтобы никого не обижать, не буду называть название районов. Итак, 44-гневная война, которая обрушилась буквально неожиданно на голову всем арцахцам, да и всей армянской нации, где мы в ней проживали. Но напомню, что сильнейший удар был нанесен по Южному фронту, соответственно, мы с вами помним противоречивую информацию, когда был сдан Гадрут, почему был сдан Гадрут, что происходило на Южном участке. Напомню, что самые большие, самые огромные потери армянская сторона понесла на Южном участке, это Джабраил в том числе, участок Джабраил. Давайте теперь зададим вопрос мэру Гадруте, Вану Савадяну. Насколько для тебя и для людей была неожиданная война? Вообще, до 27 сентября были какие-то информационные потоки, может быть, через первый оборонительный район, может быть, через офицерский состав, что может быть нанесение ударов? 27 числа, когда первые удары были нанесены по воинским частям, кто-то успел заранее, может быть, вот говорили, что в каких-то воинских частях еще вечером до нанесения бомбовых ударов вывели солдат для того, чтобы спасти. Вообще, ты что-то такое слышал? Может быть, что-то такое через офицеров ты слышал? Или это было неожиданно абсолютно, как снег на голову? Ну, знаете, вообще-то, когда бывает накопление у противника, то определенные меры... Городов? Не-не-не. А, определенные меры принимаются? Принимаются, да. Но, чтобы сказать, ну, конечно, это было очень неожиданно. Конечно, долгие годы мы видели, как стремительно готовится Азербайджан, какие вооружения приобретает. Это не было секретом, но чтобы вот с такой мощью и так резко, конечно, это было неожиданностью. Люди спали, это было в 7.15, по-моему, утра. Я заглянул в окно и увидел, что наносится масштабный артообстрел города и ближайших населенных пунктов. То есть, утром ты проснулся от того, что прям первый же день, 27-го числа, бомбы начали падать на Гадрут. Прям уже наносились удары по Гадрут. Да, да, уже утром, 27-го числа, утром в 7.15 уже начался артообстрел. Хорошо. А азербайджанская сторона била беспорядочно или по воинской части? Куда она била? Нет, это было целенаправленно, било на мирное население. По мирному населению? Конечно, конечно. На здание, на... Весь Гадрут был, обстрелывался в этот день. И все вот эти 10 дней. На самом деле, я представляю, какой ужас был у людей, которые, да, как бы столкнулись вот со всем этим. Ну, конечно. Хорошо. Какие меры, как мэр города, ты начал принимать в первый же день? Ты это делал что-то уже сам вместе с мужчинами? Или ты ждал каких-то команд сверху от президента Арцаха или военного руководства? Вообще, у тебя была... Бывают ли вообще у мэров и были ли у вас какие-то инструкции на случай начала активных боевых действий? Или же вам приходилось что-то делать уже не получая команд сверху? Не, ну, есть, конечно, есть, конечно, меры, которые мы должны были принять. И принимали совместно с работниками местной райадминистрации, вместе с министерством чрезвычайных ситуаций. Людей, в первую очередь, мы, значит, людей просили покинуть свои дома и идти в бомбоубежище. Это первое, что было сделано, то есть, совместно и с МЧС, и с милицией в первую очередь проделывалась именно вот эта работа. Хорошо. Скажите, давайте, конечно, еще раз напомню, что интервью нам дает мэр Гадрута Ван Савадзян. Это эксклюзивное интервью, потому что до сих пор Ван не отвечал ни на какие вопросы, специально не давал интервью. Сегодня он решил рассказать нам о том, что он чувствовал, что он чувствует, сделать выводы. И, конечно, продолжайте смотреть наше интервью, потому что вы услышите очень-очень много интересного и нового, что вам позволит сложить пазл и понять, почему мы потеряли Гадрут, кто в этом виноват и какие ошибки стали роковыми. И, конечно, зная полностью информацию из первых рук, от первых лет, вам будет легче сориентироваться в правде. Это лучше, чем слушать вранье в телеграм-каналах. Давайте слово передадим Давиду Степаняну, наш коллега, журналист. Дальше, пожалуйста. Да, у меня очень короткий вопрос, Андер. Гадрут был захвачен или сдан? Ну, знаете, если считать вот то, что вот за эти 30 лет власти видели, прекрасно видели, что Азербайджан закупает оружие, готовится. Значит, он готовился к войне и не предпринимались серьезные мэры, то я думаю, что это похоже больше на сдачу. Может, не знаю. То есть, вам, как мэру, показалось с первой минуты, что все... То есть, сейчас, когда вы идете назад и делаете выводы, вы видите, что на самом деле не было никакого рвения у власти Арцаха. Сохранить Гадрут и теперь вы уже понимаете, что это примерно было похоже на сдачу. Правильно я вас услышал? Ну, не то, что у властей Арцаха. А вот за все вот это время, за все эти 30 лет Азербайджан готовился. Ну, вот мы не готовились. Почему? Почему не готовились? Вот это большой вопрос. Пожалуйста. Вот вы говорите, да, не готовились. Конкретно, что можно было сделать в конкретном Гадрутском направлении для обороны за эти 30 лет? Чего не было сделано? Ну, в плане обороны передних линий, да, в принципе, было сделано более или менее. Но, учитывая тот факт, что Азербайджан закупал беспилотники у Израиля, и против этих беспилотников у нас ничего не закупалось. Ну, против беспилотников у нас ничего не закупалось, ничего, не было никакой глушилки, не было современных ПВО. Как-то вот так, не знаю. Надо же было вот за эти 30 лет создать. Кстати, вот у нас в Гадруте вот 40 лет назад, даже больше, 50 лет назад работала авиамодель. Вот производили вот самолеты, беспилотники, даже в советское время в Баку заняли первое место. Вот Рома Майлян, наш многоуважаемый, царство ему небесное, он учил детей вот всему этому. Вот можно было, вот после 94-го года, хотя бы вот в 2000-х годах, вот можно было финансировать, и сегодня за вот эти 30 лет у нас был бы беспилотник, который, аналогов которого не было бы в мире. То есть потенциал был оборонный? То есть, а средства были? Вот в Арцахе были средства дофинансированы по-другому проекту? Ну, не то что в Арцахе, в Армении были эти средства, поскольку средства находились именно в Армении, да. Конечно, конечно, эти средства были, и за эти 30 лет можно было сделать очень многое для обороны. Можно было закупить современное вооружение и предотвратить то, что сегодня у нас произошло. Это возможно будет. Хорошо, давайте все-таки еще раз вернемся к вопросу Гадрута. То, что вы сказали, конечно, понятно, логично, но давайте не будем забывать, что давайте напомним всем нашим также зрителям, что мы помним с вами, что через несколько дней после начала боевых действий, и премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал абсолютно четко, что в Арцахе есть предатели, которые уговаривали людей оставить свои посты. Потом пошла информация, что в том числе главы сельсоветов, на армянском мы говорим, дюгапеты Гадрудского района, примерно около 35-40% дюгапетов, неожиданно убежали, покинули свои села. Называйте, как это хотите, может быть, все это сплетни, может быть, правда. Сейчас мы будем уточнять у Вана Савадяна, как так получилось, что кто-то кого-то уговаривал покинуть посты, и азербайджанская сторона прорвала Южный фронт. Ну, Ван, вот я хочу также сказать, что мы все это время опрашивали гадрудских офицеров, и не хочу обижать гадрудцев, но гадрудские офицеры вели себя очень-очень странно. Уже на второй, третий день у нас есть информация, что некоторые ни с того ни с сего возвращались домой, спокойно дома, принимали душ. Как такое вообще возможно? То есть идут кровопролитные бои, да, то есть враг прорывается, а какая-то часть офицеров ведет себя очень-очень странно. То есть что происходило? То есть дело, то есть вопрос в том, что в первом, офицеры первого оборонительного района, ну, честное слово, я это в первый раз слышу, первый оборонительный район стоял до последнего. Я не знаю, может, там были офицеры, которые сбежали, такое тоже было, но первый оборонительный район стоял до последнего. И благодаря вот, благодаря вот командованию Сержу Шакаряна, царству ему небесного, герою Арцаха, наш полк стоял, стоял до последнего. Не будь вот такое, не будь вот такое командование, такой состав офицерский, я думаю, что мы бы Гадрук потеряли уже на третий-четвертый день. Ну, почему тогда ваши Гадруцы здесь в Армении говорят, это не один и не двое говорят, что Мартунинский фронт намного важнее был для руководства Арцаха, что туда перебрасывали какие-то силы, которые должны были остаться в Гадруде. О чем идет речь? То есть о чем говорят люди, которые шушукаются направо и налево, что Мартунинский фронт был важнее, поэтому там практически ничего не потеряли. Ты как мэр Гадрута, вот ты уже говорил о том, что было ощущение, что Гадрут был не особо важен, и такое впечатление было, что скорее мы его сдали, чем его захватили. Ты так ответил на вопрос Давида Степаняна. То есть о чем тогда говорят сами гадрутские жители? Ну, вообще-то можно было бы, можно было, первый оборонительный район, который стоял далеко в 30-35 километрах от Гадрута, можно было заранее, уже 7-го, скажем там, 8-го числа перебросить, хотя бы часть полка перебросить в Гадрут и занять ближайшие высоты Гадрута, чтобы защитить Гадруту. Но этого решения, к сожалению, не было принято. И получилось так, что вот вражеские войска и диверсионные группы пробились через 9-й оборонительный, через вот джебраильское направление и через леса Гадрута прорвались в Гадрут. А там в 30-ти километрах впереди 1-й оборонительный стоял. То есть можно было бы принять вот эти меры еще до 10-го числа, можно было. 4-го, 5-го, 6-го, не знаю, но можно было это сделать заранее. Итак, давайте послушаем, да. Значит, мэр Гадрута говорит, что нужно было принять срочно меры по переброске части 1-го оборонительного района и тогда азербайджанская сторона не сумела бы со стороны Джабраила проникнуть в сторону Гадрута. Напомню, что сам Гадрут находится между двумя горами. Давайте спросим у Вагана, кто должен был принимать эти меры. И напомню, что командующим на тот момент до 27-го октября был Джалал Хару Цюнян. Кто должен был принять эти меры? Это какие-то армянские генералы, которые были, отвечали от имени генштаба? Или ты считаешь, что все-таки за это же отвечал генштаб Арцаха? Я правильно понимаю, что... Ну, я не виню командующего в этом. Потому что правым флангом руководили, я даже не знаю, по-моему, первый или второй корпус руководил. То есть, может, они подумали, что если вытащить, скажем, первый оборонительный, это еще будет хуже. Не знаю, может, они вот такое решение приняли. Но можно было хотя бы вот часть войск с частью командования перебросить туда, в Гадрут. Тогда можно было спасти. То есть, вы считаете, что это стало роковой ошибкой, которая повлекла за собой потерю Гадрута? Вы так считаете? Ну, конечно, это так. И те войска, которые перебрасывались из Армении, они не знали территории, которые... Джабраильское направление, они не знали этих территорий. Вот хотя бы вот отсюда, когда ребят отправляли в Гадрут, вот я очень много ребят останавливал, спрашивал, вот, ребята, вы куда идете? Куда вы едете? Они говорили, что нас направили вот в сторону Джабраиля. А кто у вас старший? Ну, они вот так, ну, не знаю. Но можно было в каждом автобусе назначить человека, который служил, хотя бы служил вот в этой местности, который знает хорошо эту местность. Ребята шли туда, и никто вот не знает местности, и обратно возвращались. Ну, это часть. Часть просто убегала оттуда. Такое тоже было. То есть, часть армянских солдат не знала, куда идет без командира, часть убегала, потому что... Не солдатам мобилизации, именно про мобилизацию. Так называемым моб. Да, да, да. Часть убегала, часть не доходила до первой линии, часть, конечно, оставалась, воевала вместе с нашими солдатами-срочниками. Но должны были быть ответственны, и с каждым вот этим автобусом, с каждым подразделением должен был быть назначен командир, который хорошо знает эту местность. Чтобы указывать, вот здесь, значит, наши, там, вот, азербайджанцы, вот так, возможно, они могут проникнуть, и так далее, и тому подобное. Это можно было сделать. Не сложно догадаться, что вот это, что это надо делать. Это обязательно. Хорошо, Давид, пожалуйста, тебе слово. Вот такой вопрос, Ландин. В дни войны, когда вот шла вот эти бои вокруг Гадрута, составалось такое впечатление, что в Гадруте город защищаете только вы, и какое-то, да, вот, небольшое количество людей, то есть гадрутцев, и регулярной армии совершенно нет. Потом появилось фотографии, да, видео с Араеком Гаруциняном, где он призывал из Армении, чтобы мобилизационный ресурс, чтобы армия пришла и защищала Гадрута. То есть создавалось впечатление с его слов, что Гадрута никто не защищает. И город, как бы, есть множество таких свидетельств, да, я не знаю, насколько они достоверны, что появилась какая-то небольшая группа, да, вот я цитирую буквально людей, азербайджанских диверсантов, люди их увидели и убежали. Вот я хотел бы узнать ваше мнение, да, вот то, что вы видели сами, вы были там, как вообще все происходило на самом деле. Вы сейчас говорите о баронительном районе, это вот создать впечатление, что была какая-то организованная варуха. Но в дни войны этого впечатления не было совершенно. Где здесь правда? Ну, знаете, там в интернете всякое могут писать, может создаваться, конечно, впечатление, что там было несколько человек. Нет, там было, людей было достаточно в Гадруде. Было порядка 500, порядка 350 мобилизованных из Армении. Были, значит, солдаты из Джабраила и из Оролера, которые были в Гадрудской школе. Просто вот над этими над этими группами не было не было должного командования. Я не видел там одного генерала, который вот пришел и начал искать выход, организовывать оборону. Да, вот не было такого. То есть не было такого, чтобы кто-то... Ну, приехал, приехал, вот из действующих генералов я там никого не видел. Прижал Артур Авабекян, по-моему, 3-го или 5-го числа. Прижал наш Гадрудский Артем Геворкян участвовал. Он работает в аэропорту, но все оставил, приехал и пытался чем может, в общем, помочь. И в этот момент, значит, была организована, были предприняты меры по укреплению бывших постов я про вот первую Карабахскую, да, бывших постов на горах, ближайших горах Гадруда. Потом в интернете еще написали, что там типа мэр или какой-то поставленный чиновник резал столбы, электричество, там что-то такое говорили, не знаю, помните? Ну, это полная чушь. Я, это делал я со своими друзьями, то есть мы вместе решили, что надо для укрепления вот этих постов, нужны были бревна, нужны были значит, большие куски листовые, да, вот эти железные ворота, чтобы сооружить вот блиндажи в этих горах. И что мы сделали? Я, значит, поехал, заранее договорился с главным инженером наших электросетей, вот, Кадрудских, да, с Багдас Арианом. Там были новые столбы у них в этом складе. Мы, значит, вот эти бревна, ну, все, подготовили вот эти столбы и отправили в этот, отправили на посты вот, туда, в горы, вытащили вот ворота и все это отправили туда, а в интернете там, не помню, как его, уже не помню, как его зовут, кто вот это все говорил и очень большая очень много просмотров еще было все, что можно писали там. Но, действительно, этот человек, который вот это все говорил, он, наверное, был в бегах и откуда-то он это услышал, я вообще его не видел там. Но, это было, вот, чтобы все знали, вот, это было именно так, это были новые бревна для столбов, для электричества, которые были на складах, я договорился, и, а что делать? Надо было это делать, мы, значит, приняли это решение и отправили, отправили в город. Давид, пожалуйста. Вы отметили, что из генералов, бывших, был Артур Абекян, а вы не считаете странным, что в армянской армии, в армии обороны Арцаха, ну, несколько десятков действующих генералов, насколько я знаю. Почему? Ну, это не только на многодульском направлении было, как правило, появлялись генералы, бывшие, которые сейчас в армии, как бы, никак не задействованы. Чем, на ваш взгляд, это обусловлено было, в целом, по вашему мнению? То есть, где они, то есть, где они были, почему их... Ну, где были действующие генералы, и почему давалось поручение бывшим генералам, то есть, людям, которые уже не служат в армии, у нас же была действующая армия, а я знаю, что на многих направлениях какие-то решения принимались генералами, которые уже фактически не были действующими, да, они как бы не были боевыми генералами. Ну, я не знаю, где были, ну, некоторые генералы, конечно, участвовали, там, там, джавал, в общем, они, некоторые генералы, участвовали в других направлениях, наверное, но очень многие сбежали, просто их не было нигде видно, по крайней мере, в Гадруте не было, я не видел генерала, который взял бы вот все на себя, я вот удивляюсь, вот, мол, сэс-окупян говорит, нам не давали участвовать, принимать какие-то решения, как так может быть? Да там, если один солдат, срочник, сказал бы, что я вот беру ответственность на себя, вот этот полк, я веду, короче, этих ребят и буду защищать вот этот участок, ему сказали бы, давай, давай, иди, и мы тебе доверяем, иди защитить. Как? То есть, ты приехал туда, товарищ окупян, и тебе не разрешили там какие-то принимать меры? Такого невозможно. Вы не считаете странной саму ситуацию, когда, как вы говорите, какой-то срочник, какой-то солдат мог отвечать за какой-то участок обороны? У нас были генералы, у нас были полковники, у нас были люди ответственные по своим должностям, по своим чинам за эти участки. Где были эти люди? Почему, на ваш взгляд, меня там просто не было, я поэтому спрашиваю вас, почему эти люди не были на своих местах? В чем была проблема, на ваш взгляд? Почему солдат должен принимать решение? Ведь у нас так много генералов, полковников, людей с погонами, с орденами, с медалями, с зарплатами, с виллами. Где были эти люди? Ну, в виллах, наверное, свои. возникает вопрос, потому что вы не первые, кто говорили. Ну, если, если бы они участвовали, то они должны были участвовать вот в этих направлениях. На своих местах они должны были быть. Да, ну, я, в Гадруте, вот, точно, я вот говорю про Гадруте, в Гадруте, я лично не видел, чтобы какой-либо генерал, действующий, взял ответственность на себя и организовывал оборону Гадрута. А кто организовывал оборону Гадрута? Оборону Гадрута организовывали, вот, Артем Кеваркян, местные службы безопасности, да, работники службы безопасности, значит, часть, некоторая часть, значит, солдат, 9-го оборонительного, как-то вот так вот это... По сути, давайте говорить искренне, по сути, получается, из всех генералов толком там никого не было и все бросили Гадрут на произвол судьбы, так? Да, такое ощущение, как будто Гадрут вообще никому не нужен был. То есть, я вот удивляюсь, вот как можно было не догадаться, что вот может вот это все произойти, то есть, то есть, это не за один день все это случилось, то есть, в течение 13 дней прорывалась оборона. Вот надо же было догадаться, что вот все-таки надо вот усилить посты, надо организовать вот оборону Гадрута, но этого не было дела. Я уверен, что в Гадруте были свои местные богатые люди, люди со средствами, люди, у которых было имущество. Как они себя повели в эти дни? люди, которые приближенные к власти, скажем, к верхушке, вот к этой велике, они скрылись. до войны или с начала войны? В начале войны я видел первые несколько дней, потом их не было видно. Знаете, вообще-то люди, они вот долгое время, долгие годы, в Гадруте решали такие вопросы, надо вот получить кредит, надо вот через них, надо вот, в общем, получить права, надо вот через них, надо получить земельный участок, надо обязательно к ним обратиться, и в этот ответственный момент, когда вот они должны, они нужны были, и они перестали решать вопросы. И люди вот спрашивали, а где они? Они меня спрашивали, где они? Где Иван Аванесиан? А где был Иван Аванесиан? Значит, одна группа годрудских ребят, была в лесу, это возле, возле Дизапайда, там был блокпост. Ну, один из моих товарищей увидел, как Маджип Иван Аванесиан пытается, в общем, идти в сторону Кихинтарэля. он остановил, говорит, дядь Ваник, вот вы же участник Первой Карабахской, куда вы едете? Пожалуйста, останьтесь, подскажите нам, молодым, вот чем, что мы должны делать, у нас нет опыта, ничего нет. Я приеду, я скоро приеду, но так и не приехал. Он, он занимался охотой в лесу, а то он просто уехал в Армению, вот и все. А какое приблизительно, я понимаю, что вы не должны отвечать на этот вопрос, неуполновоченно, но все-таки какое приблизительно количество наступающих войск было на Гады Войск? Очень наступно. Ну, они, значит, это была диверсионная группа, диверсионные группы, и они прорвались, прорвались в двух направлениях с южной стороны. И, ну, точную цифру, конечно, назвать сложно, но вот эти две группы в общем количестве, я думаю, ну, человек около 200. То есть, как минимум, в два раза меньше, чем было по друге защитников? Ну, да, на этот момент, да, вот так, вот так и было. Вот, из того, все, что вы нам рассказали по этому поводу, создается у меня, как у человека, которого там не был, создается стойкое впечатление, что Гады Войск на самом деле был оставлен. То есть, люди, которые должны были командовать его обороной, которые должны были организовать его оборону, они попросту этим делом не занимались. И, как бы, ресурс, военный ресурс Гады Войск был, который мог бы его оборонять, но этот ресурс просто не получал должных приказов и должной организации. И естественно, что противостоять диверсантам он не мог, если мы будем сравнивать, да, резервистов, у которых нет даже нормального командования и наступающую диверсионную группу. То есть, получается, да, это мое впечатление, получается, что Гады Войск был сдан. Если никто не хотел его оборонять, если люди из высшего военного командования не занимались его обороной, получается, что они его сдали. и я хотел бы узнать, вот вы согласны с этой моей оценкой, которая напрашивается всего того, что мы здесь услышали, и если да, то почему, зачем это было нужно военному руководству Арцаха, может быть, Армении? Ну да, генералы не участвовали в этом. Участвовали, как я раньше отмечал, местные работники КГБ, они постоянно, они постоянно, и Артем Георгян тоже вместе с ними, они по разным направлениям, они вот мобилизованных, которые приезжали из Армении, они их сопровождали в те места, где идут боевые, где шли боевые действия. Но было и такое, что вот они пришли, их оставляли, показывали, вот, вот здесь враг, надо делать вот так, надо вот здесь рыть окопы. Люди просто, ну, просто оставляли и убегали. Вот такое тоже было. А в этот момент над ними не было командиров? Было? Нет, это те люди, про которых я говорил. То есть, отсюда отправлялись без, в основном, без командования над ними. Ну, давайте, значит, вернемся к моему вопросу. На него Ваан не ответил. Еще раз напомню, что нам дают интервью мэр Гадрута Ваан Савадзян. Это его первое интервью, до сих пор он не давал никаких интервью. Это был его принцип, начиная с 27 сентября, как началась 44-гневная война. Именно его интервью может расставить точки, потому что он, как человек, который не просто был мэром, но и один из немногих за всю практически историю Арцаха людей, который был выбран не потому, что он друг или человек из круга Бакуса-Океана, Райка-Рутсуняна, человек, которого выбрал народ, то есть сами Гадруцы. Еще раз возвращаясь к своему вопросу, о чем много говорил в том числе премьер-министр Армении Никол Пашнян, что на Южном фронте были люди, карабахцы, которые уговаривали в частности из-за этого был прорван фронт и есть точная информация, что гюгапеты Гадруцкого района по чему-то утверждению, по чему-то приказу ушли, убежали и я понимаю, что для Багана будет сложно давать оценку гюгапетам Гадруцкого района, но хочу людям, которые не из Карабаха напомнить, что гюгапеты Гадруцкого района не могут слушаться кого попало, то есть тот, кто им это говорил, если такое на самом деле было, это кто-то из авторитетных людей мог быть. Вот вам все-таки ответственно вопрос, то, о чем говорил премьер-министр и то, о чем подтверждают многие жители Карабаха, что приходили, говорили, все продано, Пашинян все продал, оставьте, и это были люди из Карабаха, которых слушали карабахцы. Все-таки что это было, о чем говорил премьер-министр и что происходило в этом плане в Карабахе первую неделю? Знаете, у меня нету такой достоверной информации, что вот кто-то из гюропетов говорил вот уходите и Гюропеттов говорили. Не гюропеты говорили, а гюропетом говорили. Гюропеты должны были в свою очередь говорить населению. Я, честно, не владею такой информацией. Может, кто-то из гюропетов я не знаю, не владею этой информацией, поэтому я не могу сказать, что было такое. не знаю вам хочу точную информацию дать что примерно 35 процентов гюлопетов гадруцкого района в первые пять дней убежали то есть откуда сами по себе они убежали предположим ты вот не знаешь прости я просто как журналист хочу с тобой спорить то есть сами по себе гюлопеты убежали предположим вот это неправда зачем они тогда убежали это же земля может может какая-то наводка было может может 35 процентов процентов до каждой треть ну потому что не перебивая ванна хочу напомнить что вам буквально 10 минут тому назад говорил что многие армянские солдаты которые появлялись появлялись в этом части фронта они даже не знали где джабраил в какую сторону идти то есть они не знали эту местность да этот вопрос поэтому очень важен потому что люди которые из гадрута ушли убежали до 1 апреля армянские скажем так солдаты из армении до который не знает местности я поэтому задает вопрос потому что давайте начнем с того что вот откуда вот это появилось вот гадруц и убежали ну году стан это не значит что все гадруц и убежали не а никто не говорил что все гадруцы говорили о райка ручь не анализовал что гадруцы убежали а может арайка ручь не прямо скажешь что мои друзья убежали но его друзья оставили его одного там и убежали все его друзья ну 30 90 процентов друзей том числе и гадруцких то есть почему почему не говорит что вот мои друзья вот меня оставили убежали и говорит что гадруцы убежали поэтому был стан для этого есть армия надо было заранее готовится не надо было обворовывать бюджет надо было создать мощную армию которая была бы способна защитить защитить арцах вот с этого надо было начинать все его друзья убежали люди увидели что они бегут значит ну кто-то может вот в этом плане сказал вот блин если они убегают значит продана эта земля поэтому вот это все вот пошло вот так раз они убегают значит продана блин а чего они не остаются защищать командовать подсказывать хотя бы хотя бы участвовать в эвакуации населения они не участвовали не приближенные к мох отжиняна не участвовали не и ивана аванасиана не участвовали пусть арайка арутюнян вот об этом говорит а не говорит что гадруцы все убежали не все гадруцы убежали убежали до были был процент который убежал были люди которые убежали но были люди которые убежали и степана керта и из марта керта и из марку ней что гадрут сдан и все значит гадруцы все убежали и гадруцев среди гадруцев нету патриотов очень много патриотов среди гадруцев очень много надо было просто должен седьмого по-моему седьмого или шестого числа мне звонит ваграм паусян до пресс-секретарь и говорит в году где вот нету света и он мне говорит ваган алиев значит своем твиттере написал что гадрут пал можешь сделать интервью что это на самом деле не так это ложь блин вместо того чтобы организовывать безопасность гадрута безопасность населения безопасность границ вместо того чтобы контролировать чтоб федеральная служба безопасности по крайней мере там верхушки работала занимаются каким-то популизмом ну да мы с другом пошли чтобы сделать интервью интернета не было чтобы мы смогли вот это все записать попали там под обстрел в памятнике в общем и поскольку не было ни света не на интернета мы обратно вернулись на артурного несян утром приехал туда и сфотографировал там снял что вот гадрут наш кстати вот про артурного на сяну ну его ему командовали может это не не он все это придумал но он каждый день каждый день говорил что вот мы вот значит все нормально вот все у нас в порядке вот мы скоро дойдем туда мы в общем мы победим и победим и все люди верили на думали что вот сейчас вот произойдет чудо вот сейчас значит наше командование что-либо что не такое да предприняло какую-то оборону прорыв какой-то ну оказалось все иначе вот смотрите вот вы сказали добраться вы не считаете что он просто делал свою работу он не мог сказать что мы не победил я я сейчас не выступал до роли адвоката объективно а что он должен был сказать что он мог сказать но понимаю я понимаю но ему значит говорили надо вот так говорить я ему надо было либо вообще ничего вообще не появляется на к и поговорить то что он говорил причем мы все сидели там и все в эти не сидели смотрит 10 часов до что скажет артур и он говорил очень скупо очень осторожно и он особо оптимизма нам не внушал но там был мы победим говорит человек который отвечает за пропаганду министерства обороны мне кажется что он как раз таки по возможности выполнял свою работу так как вы должны были выполнять все на своих местах вот вы сейчас сказали что артуром приехал туда да и он ездил везде мы это знаем этот человек делал свою работу если бы все делали свою работу я с вами согласен конечно он делал есть командование было вот на этом уровне то конечно вот его слова его его вот эти интервью были бы нам больше актуальны чем вот оказалось на самом деле хорошо следующее мой вопрос касается собственно говоря того что вы сказали что лишь на 7 примерно чего числа как бы вам позвонил пресс-секретарь а сколько раз вам звонил сам арайка рудзинян вот с первого дня вообще вам как мэру гадрута звонил ли вам президент арцаха задал ли вопрос какие у вас есть сложности мэр гадрута чем нужно вам помочь вам с вами общался вообще президент арцаха нет абсолютно ни разу ни разу не общался даже знаете что странно даже нам не было заранее заранее даже нам не сказали что вот давайте вот эвакуируйте людей это было сказано последний по моему предпоследний день но мы конечно не ждали вот чтобы нам сказали мы начали вместе с администрацией райадминистрации начали организовывать вот эту эвакуацию то есть если бы мы оставили все вот на то что вот вот нам скажут и мы тогда будем вот это делать если бы мы оставили так то очень много людей бы осталось под руки хочу чтобы зафиксировали да но представьте себе что президент арцаха ни разу не позвонил мэру гадрута и о эвакуации вообще в самом конце шла речь вот чтобы просто понимали насколько действительно насколько руководство арцаха махнула рукой на гадрут мало того что никаких генералов там практически не было да и мы слышим это из первых уст вот пусть каждый наш зритель это услышит чтобы завтра не слушал байки которые сейчас распространяют окружение арайка артиняна что все были героями и гадрут мы потеряли только потому что все было прекрасно вот гадрут сбежали давит тебе слово у меня такой вопрос я хочу снова вернуться назад то этого злосчастного дня до воскресенье 27 сентября вот у вас не было ощущения до 27 сентября что готовится то что произошло то есть готовится нападение на отцах вообще в карабахцев не было такого ощущения не было каких-то вот индикаторов там кто-то начали продавать да какие-то вы видите движение да мы гадруют приграничный как вот этим с азербайджаном были какие-то индикаторы которые вы что-то замечали ну была информация такая что там арайка ручинян и камова джанян у них там они продали свои свои бизнесы тот гранатовый свой сад продал совместный из который ну это был совместный его и покоса океана по моему камова джанян продал фабрику деревообрабатывающую не знаю насколько это связано не связано может это просто совпадение это просто было такое а то что касается вот индикаторов чувство что будет война было и это было в течение течение многих лет а после апрельской это это чувство было еще больше потому что азербайджан я еще раз повторяю не скрывал что не скрывал что закупает закупает оружие производит оружие то есть мы что это просто не просто вот эти миллиарды тратится значит когда нибудь все-таки будет это война конечно когда-нибудь оружие выстрелить но чтоб вот заранее вот в эти дни чувствовать что вот что-то неладное честно так такого не было поэтому я начале интервью сказал что это было неожиданно для нас действительно но вот вы произнесли очень интересные фразы что был гранатовый сад дерево обрабатывающих это все действительно ли это все за за полгода до начала войны было продано или последний в течение в течение вот этого года после только мне известно да вот в течение вот этого последнего года значит продано другим армянам другим армянам да ну вот прости давид что я тебе задаю вопрос тоже скорее ты сегодня задашь вопрос вот я просто хотел тебя спросить вот что ты думаешь о морали да когда руководителя арцаха да там и в том числе бывший президент бакуса океан глава кгб кому агаджанян берут и продают свои сады комбинаты другим армянам да знаю что скоро начнется война я думаю глава кгб 1 кто об этом за вообще что ты думаешь о таком вообще мы далеко уйдем да с такой моралью или это было всегда так для начала если ты уж начал говорить о морали наверное у главы кгб не должно было быть гранатового саду если мы рассуждаем о моральных категориях моральной категории и вообще я наслышана господине агаджаняне очень много не самых приятных вещей для него это человек который немало сделал для того чтобы отца оказался там где он оказался сегодня не хотел бы больше на эту тему говорить мне кажется что тут все понятно да с точки зрения морали хорошо вам ты вот человек который никогда не боялся говорить правду собственно говоря не обижайся но тот же арай кару цюнян тебя ну мягко говоря никогда не принимал близко ни к своему кругу не к своему сердцу может быть оно и хорошо знаешь почему потому что когда началась война где-то на 17 20 день арай кару цюнян под давлением властей армении в том числе опубликовал список своих чиновников где кстати были два заместителя гемпрокурора арцам кого да вот самом начале списка и дальше там пошел какой-то список я уже писал свои статьи не знаю это перечитал или нет про 44 дня что этот список был в три раза меньше чем он действительности был и там был скажем так тот список людей которые не очень-то ему важны были вот я к тому что если бы ты был бы из его круга на им тоже попал бы в этот список и сейчас смеялись бы также и над тобой да так же как и над теми кто сбежал почему смеялись не потому что мы злорадствуем или мы не любим там кто-то отдельно арай кару цюнян а потому что эти люди знают что первый день сотни людей погибли были ранены должны были заниматься своими обязанностями как государственные деятели чиновники или госмужи как они себя называют хорошо вот это недолюбливание по отношению к тебе в связи с твоей прямой линейностью честностью и так далее и тому подобное вот она скорее тебе вот сейчас ты заглядываешь назад она скорее тебе помогала или мешала потому что вот те кто заигрывали до сарай комару цюнян те кто подлизывались до мирное время оказалось что военное время они вообще не применимы да то есть первые же дни они сбежали вот я скажу вот так вот если взять если взять статистику то те кто остались в основном осталась оппозиция в основном осталась оппозиция вот есть такая статистика все мои друзья вот степанокерты и артур осипян и тигран и мои друзья гадуцки они остались они помогали они занимались защитой нашей родины они принимали активное участие друзья а райка сбежали а рай говорит что готовы сбежали друзья его сбежали даже не участвовали я еще раз повторяю хотя должны были участвовать хотя бы в эвакуации но и этого не было сделано и нам пришлось уже в последний последний дни у нас была значит на опеле и на ниве мы начали вывозить людей здание администрации и оттуда автобусы мы отправляли в армению и или степанокер то есть очень было сложно могли бы были остаться вот несколько и их не хотя бы один из них и из его друзей мог бы остаться и помогать в этом помогать с доставкой еды в бомбоубежище не было мартуни соседний район доска зовут а кто занимался организация обороны в мартунии и делались ли это по тому же мартунии мартунии значит занимался этим глава глава администрации друг а райка руциняна кстати глава администрации занимался он же бывший бывший военный он активно принимал участие в обороне мартунии он получил героя арцаха и заслуживает это потому даже то то войны он был примерным офицером в общем но что я еще тут хочу отметить вот то что вот говорят вот гадруцы сбежали вот мартунии стояли да мартунии стояли стояли и гадруцы но пусть никто не забывает что первый оборонительный район после того как поменяли поменяли командующего да значит был выведен из своей линии потому что уже смысла не было там стоять они почти были в окружении и направили в сторону мартунии почему потому что гадруц уже гадруц уже не было гадруц был стан и оборона мартунии в обороне мартунии очень большой вклад вел именно первый оборонительный район пусть никто об этом не забывает что наши офицеры наши храбрые солдаты из первого оборонительного стояли стояли до последнего у нас там погиб командир полка у нас там раненый зам командир полка у нас там очень много много мы потеряли там ребят это пусть никто не забывает можно отметить что с взятием гадруца было положено начало будущего захвата шиши конечно конечно можно можно это сказать про это можно говорить потому что это потому что там уже принципе ничего не оставалось то есть весь гадруцкий район уже был в руках противника оттуда в принципе до шиши там километров уже оставалось двадцать где-то напрямую а вот вам не кажется странным почему азербайджанская армия пошла именно по этому направлению шиши как-то вот не знаю мне так кажется знаете вообще-то я я думаю вот так они они по-разному хотели прорвать оборону я не думаю что вот это у них была изначальная цель вот так прийти через гадруц через товар и так пойти нет просто так получилось что наш правый фланг не был под нормальным под пристальным вниманием командования там не было нормально организована оборона поэтому так получилось но хочу отметить что тот же тот же вот первый оборонитель первый очень мощнейший удар был как раз на первый оборонительный район потому что дорога в шуши через первые оборонители через карахамбали через фисули просто можно прорвать первые оборонители и прямо доехать суши без всяких так скажем препятствий но первый оборонительный выстоял я еще раз повторяю под командованием сержа шакаряна героя арцаха под командованием гайка киракусяна в общем очень много наших гадруцких офицеров там участвовало то есть там ребята выстояли все таки получается что весь вопрос по организации обороны то есть если бы в гадруце были бы люди которые могли бы организовать нормальным профессионально наладить оборону можно было бы избежать этого сценария конечно конечно можно будет это же даже я помню вот этого пятого числа ребята значит ребята из гадрута поехали в сторону центр это где совещаем это направление поехали значит туда и с горы остановились там там стоял полк не знаю точно какой полк вот по моему амоловцы стали там в общем они оттуда взяли бинокль начали смотреть в сторону вот паназура в сторону вот цора и увидели значит порядка там сто сто пятьдесят человек ну как они рассказывают ну подумали значит наши значит мобилизованные нашего или или солдаты срочники и в этот же момент начался минометный обстрел из 60 миллиметрового миномета 60 миллиметровый миномет стреляет по моему дальность радиус действия там по моему два два с половиной километра то есть что получается 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 что это была диверсионная группа оттуда было доложено что там вот на нас в общем мы стреляли из миномета наверху значит был дрон ребята из автомата сбили вот этот дрон после этого как раз начали обстрел из миномета опять не было предпринято шагов что могло предотвратить вот эту ситуацию в которую мы сегодня попали вот именно вот я думаю что вот именно вот эта же группа реверсионная группа проникла то есть бездействие командования привело потери году ну вот вот видите даже говорил мэр гадрута да что тот же мог сесса копиям который очень любит давать часовые пресс-конференции и рассказывать всякие сплетни почему-то был безразличен к тому же году то может быть потому что один из его дворцов находится не в гадруцком районе а в мартунинском районе в селе чар-тар может быть поэтому вот если бы мог сесса копиям на был бы еще один дворец в гадруте наверное защищал бы гадрут вы все помните чудовищное убийство старика из гадрутского района из гадрута и солдата я вот хотел как раз спросить как так получилось да что некоторые мирные жители остались в гадруте и мы с вами все вот лицезрели еще раз напомню что только варвары так поступают до взять расстрелять вот этого старика как вот кто этот дедушка был который которого поймали азербайджанцы и ты сказал что руководство арцаха настолько было безразличное ни разу даже не звонила райка рутинян и эвакуацию вы вообще абсолютно в конце уже за день до взятия устраивали может быть это тоже да было не за один за два дня за два года мы начали совместно с администрации до начали вот эвакуацию мирного населения основная одна из основных причин того что вот люди остались там вот эти люди это было по их вине именно по вине вот этих же людей которые категорически не собирались и отказывались выходить из гадрута почему что они говорили почему вы же говорили что вот гадрут может мы потеряем вас за возьмут азербайджан мы говорили мы говорили мы даже силой попытались некоторых силы попытались значит эвакуировать но это не получилось конечно мы мы не не представляли что вот завтра утром мы станем и здесь уже будет будут азербайджанцы и будет очень перестрелка и так далее и тому подобное но все же нам мы должны были эвакуировать и любой там по моему осталось 14 14 человек и мы уже решили что 10 числа утром уже вот этих людей вот силой как как захотят они не захотят мы должны эвакуировать то есть остались вот эти 14 человек женщина кстати наша бабушка которая попала в плен потом ее вернули да мы никак даже силой мы не смогли ее вытащить из дома она сказала нет и оставить дома и мы говорим и предлагали вот так давайте вот вы выйдете люди давайте поедем в более безопасное место там будет туда нам легче будет доставлять продукты там вы здесь остались одни в принципе тут уже не соседи никого нету дал давайте всем были вместе и нам было легче не пошел под снарядами они не искать можно не искать вас не приносить продукты и чтоб вы были в безопасном месте то есть у вас и там бы убежище должно люди очень некоторые отказались вот поэтому вот у нас получилось очень случилось это как раз вот 10 числа мы уже решили что вот оставил все оставшиеся люди мы любой ценой должны вытащить некоторые некоторые вот вот вы говорили про дедушка дедушка его жена я тоже убили и с соседей тоже убили вот я звонил с ними разговаривал и это было по моему девятого не помню восьмого числа я им звонил девятого по моему я не звонил и сказал чтобы они укрылись значит приехали возле здания администрации в общем есть два-три здания чтоб они в одном из этих зданий бомбу убежившего остались до тех пор пока мы за ним за ними не поедем но утром десятого числа их там не оказалось десятого числа мы неожиданно получилось что вот диверсионная группа настигла и мы были ранены ну вот как какого числа ты получил ранения десятого числа 10 октября ты получил ранена ну я так понял что после ранения тоже тебя никто не навестил из рук высшего руководства никто не позвонил я понимаю что не до этого было но не до этого да но и и до этого никто не звонил без вести без вести пропавшие там ну может я тому кто надо но не до этого было конечно столько ребят погибло столько пропали без вести столько еще плену ну то что вот после этого уже после этого уже мы не могли физически уже участвовать в чем-то 10 числа как раз вот было это по моему 10 часов утра мы услышали значит выстрелы в западной части до друга позвонили значит позвонили поинтересовались никто не знал что что это что происходит мы поехали в райадминистрацию втроем увидели что работники райадминистрации уже выходят говорят что кажется вот все она группа все этот момент прибегает прибежал парнишка и говорит что вот мой брат ранен мы значит организовали машина очень позвонил машина подъехала он сел мы его отправили туда чтобы вытащить брата а мы уже втроем направились направились в общем сторону вот старого гадрута вот откуда и были вот эти слышны вот эти выстрелы по пути мы взяли товарища еще одного поднялись значит остановили машину возле церкви и пешком стали подниматься и пройдя прошли 200 метров мы увидели мы увидели значит человека формы необычные формы и один из наших ребят а тут повернулся и своим друзьям бурдада бурдада пусть они здесь и оттуда уже началась перестанет мы пришли назад заняли значит позиции возле здания возле здания военкомата они пришли значит зашли на территорию церкви перестрелка у нас практически на расстоянии 30-35 метров они забрасывали закидывали значит гранатами выстреливали из подствольников зажигали дома в этот момент уже и в этот момент уже нам вот над помощью пришли вот охотники администрации и с ними еще были 30 30 было 30 солдат солдаты и мобилизации в общем ну потом в один момент я услышал что один наши ребята куда куда вы наш командир нас зовет мы ходим я так и не понял почему это случилось не до этого было в этот момент и мы остались 12 у нас осталось 12 человек мы примерно перестреливались там наверное минут 20 вот так ну мы уже и видели что не получают силы неравны и лучше конечно там спецподразделение значит полностью вооруженное у нас просто автоматы и то у нас были автоматы чтобы просто защитить мирного населения мирного населения да и там пошли значит мы с автоматами они с гранатометами снайперские винтовки там мухи и так далее и тому подобное то есть силы были неравны их было порядка я думаю около около 50 человек я стоял возле возле дерева дерево дерево они выставили из мухи из гранатомета и я тут получил ранение меня выкинуло в общем я упал мне попал осколок попал в спину товарищ меня мне помог я поднялся в общем прошел метров пятьдесят лег а они продолжали там перестреливаться перестреливаться потом был ранен глава администрации потом были ранены еще два наших товарища один заместитель главы администрации погиб и уже уже невозможно было стоять у меня значит эти два кровь у ребят тоже у одного нашего друга разорвало значит руку и мы еле-еле оттуда вышли оттуда вышли потом один из наших товарищей приехал за нами вдвоем вдвоем значит на одной машине и еще двое в общем на покинули гадрут покинули покинули гадрут а остальные ребята уже уже значит вышли на Урале поздно поздно вечером поздно вечером а вот в этот момент вот что что самое интересное да вот в этот момент когда была вот перестрелка как раз вот эта перестрелка способствовала тому что оставшиеся вот эти порядка пятьсот человек вооруженных вышли и и конечно же еще несколько мирных жителей которые были на машинах вот услышал вот эти выстрели поняли что вот действительно надо уезжать и как то вот так как то вот так знаете вот я просто удивляюсь вот а чем чем занималась верхушика служба безопасности вот 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 ну как можно вот проявлять такое бездействие как можно заранее не знать что враг значит собирается наступать надо же было можно же было предпринять какие-то шаги даже границу даже границу не закрыли не закрыли чтобы мобили люди которые должны были быть значит в мобилизации чтобы остались там но это должен был сделать Араик Ару Цюнян я это уже расспрашивал это делает президент Арцаха Араик Ару Цюнян который с первого дня не закрыл границу и не предпринимал никаких мер ну если он отпустил своих друзей если сбежали заместители генпрокурора то я не думаю что мужики которые прятались в коврах прошу прощения которых ловили тоже в забухе что уж говорить об этих мужиках да хорошо следующий вопрос есть у тебя вопросы это такой небольшой вопрос я немножко облегчу вам на ответ по моей информации военное руководство знало о готовящемся наступлении и знало где-то за два месяца за месяц тем не менее как вы говорите ничего предпринято не было для хотя бы какой-то организации обороны думаете в чем причина или вы не согласны если не согласны с этим если не согласны возможно что вот верхушка командования знала об этом но то есть разведка работала если данные были ну возможно что данные были но имеем то что имеем а почему ну знаете потому что в течение тридцати лет кроме воровства в армии и вообще в государстве целом практически ничего не делалось ну делалось конечно так но по современным меркам ничего такого не делалось чтобы сегодня суметь противостоять оружию двадцать первого века с оружием семидесятых годов конечно не выстрелить как вы считаете кадровая политика в армии как назначались долгие годы кадры на высшем командовании вот эти командиры то есть не средняя спина а более высшая это сыгралось в армии была ли кадровая политика на ваш взгляд достаточно выразумительной ну конечно это тоже играет игр сыграло свою роль так и гюлопеты назначались да вот по наводке да такое же было и в армии а вот важно сказать что я просто очень много об этом слышал что командиры военных частей военных частях они больше отвечали за организацию выборов все последние годы в организацию выборов за результаты выборов чем собственно занимались своими правильными обязанностями то есть по этому принципу тоже назначение делают да конечно в армии в армии кто больше соберет голосов так же как и в гюлопетов так же как и в сельских местностях так же как и в городе такое же было и в армии тоже конечно и знаете что самое интересное были случаи когда человек проголосовал не за того за кого они хотели да не за райкой не за партию в общем хороший порядочный начитанный там нужный армии офицер да он голосовал просто за того за кого он считал нужным его уволняли а откуда они узнавали что там проголосовал ну ну человек может где то где то своему окружении каком то расскажет или или они там не знаю как то метили вот в этих листовках узнавали или по телефону как то то есть КГБ постоянно нет чтобы там следить это за государственной безопасностью постоянно там на звонках кто что говорит оппозиция вот что против них говорит оппозиция вот как то так все это было а вот этих же людей про офицеров я имею ввиду вот в этой войне позвонили попросили умоляли чтобы они пришли и заняли на больше посты больше которые они занимали и они конечно пришли ну конечно пришли потому что люди патриоты пришли и служат до сих пор а вот эти которые убежали скорее всего это вот эти сборщики голосов были да конечно конечно которые вот служили служили им ну собственно говоря это и было ожидаемо если эти офицеры не были профессионалами они не имели какого-либо представления об этом да это было бы это ожидаемо был итог можно к этому тоже прийти ну конечно это тоже это тоже сыграло сыграло своего то есть все вот это в совокупности вот это все и выборы и офицерский состав и неправильное назначение и бездействие КГБ бездействие военного руководства все вот это сыграло вот роль в том что всему я вам сейчас задам такой вопрос да можете ответить условно я понимаю что ответить точно сложно вот в Армении очень многие обвиняют в поражении в этой войне Николы Хашиняна то есть делают его главным ответственным говорят что ну точка зрения такая есть а вот на ваш взгляд если сравнивать в процентном отношении вы сейчас очень за эти полтора часа о которой мы разговариваем вы вычислили очень много причин нашего поражения и все таки вина Николы Хашиняна да вот в процентах условно очень условно какая вина его а вообще виноват во всем этом ну знаете вина конечно как я говорил вот идет вот все эти 30 лет бездействие этих всех 30 лет значит это все привело к этому конечно и у Николы Хашиняна есть своя вина и большая вина конечно и бывших бывшего руководства которые халатно относились к армии то есть условно говоря вина Николы Хашиняна это два с половиной года из 30 я правильно ну да да два с половиной года из 30 просто вина в чем вина в чем вина вот почему вот в Карабахе вот относятся не так к Николу Хашиняну как до выборов президента в Карабахе то есть Никол Пашинян вот мы все думали вот человек пришел поменял тут вот все все нормально вот скоро вот и мы ждем что в Карабахе вот это произойдет а он вдруг пришел и и говорит вот в Карабахе прошли честные выборы опа какие честные выборы не было в Карабахе честных выборов все было сфальсифицировано и после этого уже как-то по-другому начали все в Карабахе смотреть на Николу Хашиняна то есть это был переломный момент после которого многие разочаровались конечно конечно это был переломный момент я не говорю что если был бы Масис Майлян ситуация была бы скажем намного лучше но но что бы изменилось если был бы президентом Масис Майлян у нас у оппозиции у здравомыслящих людей был бы доступ к руководству Нагорного Карабаха можно было бы в разных вот вопросах позвонить сказать вот вот этого не надо делать вот надо закрыть границы надо отправить вот в это направление людей ну кому позвонить здесь можно давить если можно я сейчас тебе дам слово давайте знаете что спросим у Вагана да давайте ему зададим два вопроса в одном первый вопрос слышал ли он песню Алены Апины я его слепила из того что было да потому что была Райка Аруцнян соответственно министр иностранных дел и второе разве Ваган Савадзян мэр Гадру то не знает что внутри карабахской кухни выбирает сам избиратель Карабаха Арайка Аруцнян то есть не Никол же Пашнян выбирал Арайка да да и если знает об этом Ваган разве Ваган не слышал что очень много было отремонтировано крыш очень многим дали деньги на лечение то есть мог ли Никол Пашнян вместо карабахцев выбирать президента Карабаха то есть что мог сделать Никол Пашнян если весь бизнес в руках Араика Арудзюняна то есть если бы власти Армении сказали эй ребята выбирайте не Араика а Масиса Майляна ты считаешь что народ Арцаха выбежал бы и Масиса выбрал бы я тоже был за Масиса я думаю что да это во многом бы повлияло на это во многом и Армения должна была власти Армении и должны были следить за этими выборами потому что очень очень много очень много было фальсификаций надо было следить за этими выборами там эти выборы не были такими какими мы могли представить то есть мы знали что если Арайк баллотируется то там будет фальсификация но если бы Никол Пашинян хотя бы занял средний то могло бы быть иначе могло бы быть иначе если весь бизнес в руках Арайка ты сам как думаешь если бы Арайк тот же проиграл бы или ему напакостил бы Пашинян Арайк у которого огромные и друзья все тот же мэр Мартуни у него в Друганах и все фабрики и сады он не мог начать войну уже против самого Пашиняна тебе не кажется что это было бы опасным уже для самого Пашиняна как ты думаешь мне кажется что я честно говоря не очень в курсе Арсадских реалий но насколько я понимаю Пашинян просто просчитал тогда ситуацию и понял что Арайк он ну не важно каким образом но он победит и учитывая то что Арайк Харутинян все эти весь этот период собственно говоря открыто против Пашиняна никогда не выступал он те договоренности которые у него были он соблюдал и соблюдает до сегодняшнего дня Арайк Арайк не выступал открыто но я бы сказал 90% приближенных к Арайку в разных регионах в разных местах Карабаха заявляли и людей говорили что Никола приедет он сдаст земли туда-сюда вот травили людей вот слышишь да то есть окружение Арайка Аруциняна как раз таки занималась травлей против Николы Пашиняна а сам Арайка Аруцинян на телеэкранах улыбается Пашиняну и как ты говоришь соблюдает договоренности ну если бы соблюдал бы приближенные Арайка Аруциняна вот сейчас активно занимаются тем что собирают собирают людей и отправляют на митинги в поддержку в поддержку Манукеан в принципе это им свойственно но ведь были времена когда Арайка Аруцинян собирал людей для митингов Пашиняна было бы то такое наверное Пашинян тоже тогда скажем так клюнул на это на все ну я думаю я думаю так они Арайка Аруцинян может направил их сюда чтобы если если вдруг получится так что президентом будет уже не Никол Пашиняну премьером будет уже не Никола власть поменяется чтобы у них был доступ на эту власть знаете мне честно говоря складывается такое впечатление может я ошибаюсь да что властям АЦАФО сегодня нужно больше толсту к российской власти чем к властям Армении неостойкое такое выбуждение появилось в последнее время и для них собственно говоря генерал Мурадов сегодня больший авторитет чем Никол Пашиняна или чем будет ваш ген Манукеан если не дай бог он будет власть в Армении ну да сейчас уже ситуация такая что там уже уже все вопросы которые связаны с обороной там с безопасностью и еще многие другие вопросы уже решаются решаются через через Мурадова то есть надо вот Арайка Рутинян да я поговорю с Мурадовым да я поговорю с Мурадовым как вот так и вот знаете я хотел бы вот поговорить поговорить на тему вот того вот что сегодня происходит в Армении да вот собираются там вот эти вот 17 собираются вот люди сторонники Никола Пашиняна ну ну как то это неправильно вот так все это делать вот это вот это приведет вот вот это приведет к гражданской войне вот если так продолжать вот я могу привести вот такой пример да вот вот возьмем вот семью вот муж жена в разводе они друг друга ненавидят но когда случается беда с ребенком они за ради ребенка вот вместе совместно пытаются вот решить проблему ребенка а почему вот у нас вот это не получается люди в беде взяли бы собрали сказали давайте все эти амбиции все оставим на потом вот как то потом все это решим давайте вместе вот сядем за стол и будем решать проблему у нас там люди 30 тысяч людей остались без жилья у нас там пленные в Азербайджане у нас куча проблем накопилось вот они как лебедь щука и рак вот так нельзя я уверен что за границей издеваются над нами как так можно надо просто все эти амбиции выбросить в сторону и просто сесть за стол переговоров и решить наши проблемы я вот хочу обратиться к нашим армянам вот пожалуйста вот подумайте над этим возможно ли я думаю что все возможно возможно и это что хотел спросить у Вана дорогие друзья начиная с 10 ноября соответственно война остановилась Гадрутский район Гадрут остались в руках азербайджанских войск соответственно Ван Савадян который ответственен ну во всяком случае теоретически не знаю насколько это на практике вообще должно быть теоретически люди предполагают что все-таки чиновники как-то ответственны за них хотел спросить вас Арайк Арутсунян за эти 4 месяца вызывал как президент Арцах потому что говорилось о том что гадрутцы не останутся без домов гадрутцам мы поможем соответственно в таких случаях не важно как к вам кто относится но именно вас должны вызывать вызывал ли вас президент Арцах или нет сколько у вас было контактов за эти 4 месяца никаких контактов у меня с президентом не было он встречался по инициативе наших очень гадрутских ребят он два раза встречался ну как обычно он обещал обещал золотые горы как и раньше было то есть все у вас будет нормально все проблемы решим ну такого не может быть это просто его характер такой вот обещал вот все 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 сделаем главное чтобы вот на два месяца его оставили в покое все вот как то вот так но он всегда обещает 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 но толком ничего не делает посмотрим он обещал много чего обещал все вот возместим вот вот этот весь ущерб в общем построим дома для всех в общем все будет у вас отличие я думаю он в очередной раз наврал но напомним что 35 процентов гадрутцев всего лишь вернулись в Карабах да остальные находятся на территории Армении некоторые соответственно уже сами решают оставаться им в Армении или вообще уезжать да у каждого есть свои планы на жизнь заканчивая нашу сегодняшнюю беседу кстати говоря почти 700 человек одновременно на данном моменте смотрит наш эфир хотел бы у вас спросить вы считаете что вот за эти 4 месяца какие-то выводы вообще сделали мы армяне не только жители Арцаха из этой войны или нет если никаких выводов не сделали тогда какие шаги должны предпринять мы для того чтобы не стало еще хуже еще лучшее я не думаю что в краткосрочном промежуточном времени может стать что вообще армяне должны сделать и в частности Арцахцы для того чтобы не стало еще хуже и вообще что ты думаешь вот те люди которые остались из старого Арцаха да из власти все таки мы понимаем да что все это один круг Италия Баласанян Арайка Арутюнян все 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 вот это тебе не кажется что может быть надо было сменить людей то есть убрать вообще старых людей или сейчас это нельзя делать потому что это было бы болезненно пожалуйста ничего болезненного нету это это основной принцип вообще то не знаю как можно вот находиться вот на этом посту он должен был сам выйти и тот же Виталий Баласанян тот же Арайка Арутюнян ну так получилось что они нормально все нормально себя чувствуют но но они должны уйти надо сформировать новое правительство нужны молодые ребята которые которые будут не будут думать как вот будут оттуда урвать отсюда урвать и в себе в карман а будут думать о о своей Родине о своей стране чтобы вот не иметь того что имеем да Родина это земля да в Родине мы на Родине мы чувствуем себя чувствуем себя хорошо Родина вот эта земля нас кормит но Родина не умеет одного защитить себя а защитить должны мы а чтобы защитить надо создать такую страну без коррупции которая сможет 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 защитить свои границы мы должны поменять я не знаю кардинально должны поменять и и мышление и и воспитание не знаю и учебную программу надо менять нам обязательно нужно нужно значит серьезно задуматься о производстве собственного вооружения это обязательный принцип то есть очень очень много надо сделать чтобы достичь чтобы не знаю очень очень много работы нам для этого вот я недавно говорил надо все отбросить в сторону и думать потому что то что сейчас творится в Армении это ведет к гражданской войне пусть люди все стороны задумываются что задумываются что там там остались наши ребята матеря плачут надо же думать об этом я думаю что это единственный выход на сегодняшний вариант потому что и не те и не другие никакого шанса скажем нет да там 17 они не придут у Никола поддержка намного больше что надо сделать надо все это отбросить и решить совместно вот эти вопросы там есть большие сложности да у них там может что-то пойти не так не получится но надо хотя бы попытаться как-то решить ради наших ребят абсолютно точно сейчас многие задают вопрос вам мы видим очень много на митингах карабахцев разве Никол Пашинян не заплатил всем по 68 тысяч драмов по 300 тысяч драмов аренду жилья а почему так много гадрутцев на митингах и что вы можете сказать гадрутцам которые за деньги идут кричать против Никола Пашиняна ну я я не знаю каждый человек думает по-своему каждый человек думает по-своему и я не думаю что там я я я не слышал что за деньги какой один из наших жителей пошел на митинг честно я первый раз слышу ну вот пишут друг за другом а то есть вот почему вот пишут 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 то есть люди которые ну то есть именно на митинг против Николы Пашиняна да да за вас ну я же говорил может может деньги тоже есть конечно я не исключаю этот вариант ну я же говорил что стараника Арайка Ручиняна сейчас активно участвуют в этом людей собирают и отправляют на митинг все это делается это делается людьми Арайка Ручиняна друзья я думаю что ответ уже получен то есть это делают люди Арайка Ручиняна правильно написали наши подписчики очень много скорби в глазах написали что очень много скорби в твоих глазах люди это видят напомню что мэр Гадруто один из немногих людей который был честно выбран мэром честно получил свой пост это доверие людей доверие в первую очередь самих гадруцев подходит к концу наш эфир хотел бы дать слово также Давиду Давид какие у тебя есть слова как бы на окончании эфира подходит наш эфир к концу вот сегодня ты послушала Валана что-то новое ты для себя открыл или примерно так ты все и предполагал ну честно говоря примерно так я все и предполагал на самом деле единственное что я не услышал ответ это от Валана но он возможно этого кто-то не знает он не обязан это знать было ли все это все таки сделано преднамеренно я вот так и не смог для себя лично понять его мнение то есть была ли сдача Гадруто преднамеренным шагом или же это все вот действительно произошло в результате того что 30 лет ничего не делалось для того чтобы Гадруто стал крепостью да как и весь Орцах и взять его не могли и откладывать лазианские войска или же здесь мы имеем дело двумя причинами то есть одно стало причиной другого здесь комплекс 30 лет бездействия и как следствие мы пришли в такой ситуации власти пришли в такой ситуации Орцаха я не знаю возможно Армении когда все это было сделано вынуждено чтобы как то как то все это весь этот вопрос закрыть когда я не считаю что он закрыт лично Орцахский вопрос он не закрыт перевернут только очередная страница не знаю это хорошо или плохо но я вот как то так вижу эту ситуацию у меня все ну я не думаю что Гадрут все таки я останусь при своем мнении я не думаю что Гадрут был целенаправлен не сдан именно Гадрут чтобы предотвратить какие то дальнейшие действия Азербайджана не предотвратить как часть какого то общего плана ну вот я это именно не знаю я все таки скажу от мыслей того тех мыслей что вся эта халатность привела привела вот к этому потому что знаете если заранее взять и сказать вот мы думать что надо стать Гадрут что вот там Гадрут окружают гектары сотни гектаров леса то есть если пропустить в Гадрут то спокойно враг может добраться до Шуши как мы увидели как и все произошло но вот именно халатное отношение к обороне привело к этому именно халатность 30-летняя халатность привела к этому а спасибо большое всем кто делится эфиром там кое-какая дама написала что зато разрушила нашу жизнь только мы сами можем разрушить свою жизнь когда мы убегаем из своей родной земли и оставляем это на скажем так 18-летних плечах солдат которые из Лури вы слышали что сказал Ваан что армянские солдаты не знали местности даже давайте мы не будем забывать что огромное количество местных жителей сбежало которая знала очень хорошо свою местность а люди которые из Лури и из Ширака они очень хорошо знали местность того же Гадрутского района поэтому немножко осторожнее пожалуйста на поворотах ну а я выражаю благодарность Давиду который сегодня потратил время я знаю что ты тоже занят но при этом согласился поддержал наш интервью наш профессиональный журналист Давид Давид Сипанян и вам тебе огромное спасибо за то что ты впервые за много месяцев согласился именно мне ответить на эти вопросы хочу заверить тебя заверить тебя что к тебе огромнейшее уважение большого количества людей из Гадрутского района из Арцаха люди даже которые орут кричат матерят даже те сторонники орайка даже у них есть поверь чуточка совести и понимания что правда а что ложь к сожалению сейчас общество стало циничное за деньги они выбирали а Райка Арутюняна за деньги они проиграли да они проиграли в этой войне в том числе из-за того что они до этого все делали за деньги если бы они делали бы от сердца все то может быть так все не произошло бы за эти 32 года да и тебе огромнейшее спасибо будем надеяться да будем надеяться что в первую очередь Господь Бог подарит мир нашим народам не знаю насколько в это вообще возможно верить вот но в любом случае в том же Гадруте 90 святынь и церквей где нас учат молиться да надеяться вот и просить мира у Бога но для того чтобы был мир нужно сделать так чтобы этот мир был к сожалению мы еле пили веселились строили себе дворцы вот тот же Моссис Акупян себе построил целый ряд дворцов напоминаю может быть если бы построил бы в Гадруте Гадрут мы не сдали бы но видишь он построил в Чартаре так что вот такие дела спасибо тебе большое спасибо спасибо